Христос воскрес! Христос воскрес! Радость неба, Своя рая, Господь красно не скрывает, Радуй, несящи родини, Бога счастья, Своя родини, Бога радость небес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сердый Казистос воскрес! Стравить дни, дни, за мальдивас! Дивит наша веселиться, Милом Божий с них просвечився, Людмей придавал в небес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес. 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 Зубних наслідків зазнала вся природа, але в особливий спосіб люди. Дуже вагомими є медичні наслідки. Десятки тисяч людей сьогодні вже померли в наслідок чернобільської катастрофі. Сотні тисяч відчувають медичні наслідки. Христос воскрес. Христос воскрес. Якщо е опфер чернобільськатастрофі, то є існа справа. Це є правда про атомну енергетику та її ризики. Ризики для людини, ризики для всього світу. Це ризики, які здається дуже малоємоєрні, але можуть будь-якої миті виявитися, об'явитися в катастрофі соціально-екологічної і глобальних масштабів. І жертвою стало лише правда безпосередньо про чорнобильську аварію перші дні після катастрофи, коли люди не знали, яка небезпекка від радіації, яка панує, так? Але сьогодні ця правда також не хоче бачити Махатай. Сьогодні ця правда також не хоче бачити українська влада, оскільки в енергетичній стратегії до 2030 року планується подальша розбудова атомної енергетики, зокрема продовження термину експлуататії старих блоків атомних, що ще більше збільшує ризики. Ця правда також не хоче бачити українська держава не може бачити. «Церква Христова є тією інституцію, яка не може приховувати право». И Кирка Христи – это единственная институция, которая правительство не удерживает. Поэтому, в частности, Бюро Господа Николаев и Украинской Верховной Католической Церкви уже больше лет пытается свидетельствовать эту правду про Чорнобиль, про Чорнобильскую катастрофу, про наследки Чорнобильской катастрофы. В этом направлении, что Бюро Украинской Верховной Католической Церкви для экологической церкви уже уже лет назад, про катастрофы Чорнобильской катастрофы, про атомную энергетику и про возможные последствия. Также и про тот современный стан, в котором находятся ликвидаторы, герои, которые, когда защитили мир от еще большей катастрофы, а сегодня находятся в очень плохом состоянии, за руки. Но также и про социальные церкви, про ликвидаторы и людей, которые тогда, когда защитил их церкви, были о том, что в России были созданы в очень-очем, когда в очень высоком состоянии, они сегодня очень часто была в серьезном состоянии и забрессорном состоянии. Мы, в особый способ, пытаемся достукаться к сердцу, к пониманию подрастающего поколения, молодых, детей. Минулого года, 30-летнего года, годы Сумных Чорнобиля, наше бюро организовало за поддержкой Министерства освяти и науки Украины всеукраинский экологический конкурс под названием «Чорнобильская катастрофа 30 лет после. Что дальше?» Усерес бюро фидеоэкологище фрагент в прошлом году, за 30-летним юбилеем, со стороны, где катастрофа, айн аукраїнський векбэверб утре похож на методу, где катастрофа «чорнобиль с 30 лет» – «нет, что будет дальше?» И справедливо, мы не ожидали, но отгукнулись более полтора тысяч украинских школяров и студентов из разных регионов Украины. Мы не забывали, но около 1,5 тысяч из разных регионов Украины из разных регионов Украины и получили свои работы в этот конкурс. У меня в руках есть сборка лучших выбранных рубежов этого конкурса, лучшие вверши, раздумы, а также малюнки. Тут вместится справедливо кращий, близко 200 рублей. Я считаю, что лучшие результаты этого конкурса есть около 200 работ, которые вместе в этом книге были. И когда читаешь эти работы, они настолько проникают в сердце, и действительно, когда читаешь эти работы, они прямо в сердце. И интересно, что память о Чорнобеле есть сборажена в детских сердцах. Интересно, что память о Чорнобеле в детских сердцах в детских сердцах и скажем в описании. Далее!